Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как заработать в эти непростые времена и увеличивать свой активный доход. Тема сегодняшнего видео у нас связана с коммуникацией. Мы видим по нашей активности на канале, что тема очень заходит. Наверное, она не такая популярная, как инвестиционная составляющая, но на самом деле тема, связанная с эффективной коммуникацией, это прямая зависимость от активного дохода. С тем, чтобы оставаться востребованным сотрудником и не быть подвергнутым риску увольнения сокращения, а также каким образом очень быстро расти по карьерной лестнице, эффективно коммуницируя и понимая, зная людей. В данном видео мы говорили про то, какие существуют типы личности, их всего шесть. Вот в этом видео мы говорили о том, какие у нас существуют фильтры восприятия, исходя из фильтров восприятия, каким образом мы можем идентифицировать, кто перед нами. То есть я говорил в данном видео, что у нас должно быть два уха. Одно маленькое ухо, которое слушает смысловую нагрузку, то есть какой смысл человек пытается нам рассказать в процессе коммуникации. И большим ухом мы слушаем, как он это говорит, то есть какие у него фильтры восприятия. В этом видео мы говорили о том, какие каналы коммуникации нужно использовать для каждого типа личности. Сегодня мы будем говорить о том, какие выбрать стили взаимодействия. То есть когда вы взаимодействуете с человеком, то существуют определенные стили взаимодействия. В видео про каналы коммуникации мы говорили, что у нас может быть рация с четырьмя каналами. Точно так же со стилями взаимодействия у нас может быть четыре всего лишь стиля взаимодействия. И в зависимости от того, как вы взаимодействуете с людьми, они будут предельно или довольны стилем вашего взаимодействия с ним, или они будут просто ненавидеть вас, или вы будете кого-то ненавидеть. И я прошу просто все данные видео применительно к себе. Если вы знаете, что с каким-то человеком вам некомфортно находиться, но от него зависят какие-то важные составляющие вашей жизни. Доход, обучение ребенка. Супруги иногда возникают ситуации, когда они не понимают, что что-то такое происходит, и не могут понять, что происходит. А разница просто в прошивке, потому что у него превалирующий тип личности, его структура немного другой, и не сходится стиль взаимодействия. Итак, давайте поговорим про стиль взаимодействия. Первый стиль взаимодействия – это демократический стиль взаимодействия. Ну, то есть, это непринужденный стиль, это постоянные призывы к общению, это мы находимся на равных. То есть, нет никакого императива, нет никаких указаний, да, то есть, человек хочет, чтобы с ним считали, чтобы с ним говорили на равных. Кому свойственны такие стили взаимодействия? Стили взаимодействия очень хорошо заходят людям, у которых высока энергия логика, и высока энергия упорного. То есть, еще раз напомню, логика, кто это у нас? Люди, которые оперируют фактами, психологические потребности у них заключаются в признании их результата профессиональной деятельности, да, то есть, чтобы их профессионально непосредственно оценили. Для них является психологической потребностью время, то есть, они очень ценят время, да. И второй тип, кому подходит демократичность или взаимодействие, это упорный, да, то есть, люди, которые хотят, чтобы признали их вклад в общее дело, да, чтобы признали их собственное мнение. Если человек оперирует своим собственным мнением, одно простое правило, да, то есть, что в этом случае вы переключаетесь на демократический канал. Если у вас много энергии душевного, да, то есть, вы про детей, про заботу, если вы с людьми с высокой долей упорной энергии и логической энергии будете сюсюкаться, пытаться окружить их заботой, медленно как-то говорить, да, то есть, ну, вот это, они будут говорить, что вы со мной сюсюкаетесь, да, то есть, им это не подходит. Они требуют вот некого такого равного контакта. Ну, еще раз, демократия есть демократия, здесь, наверное, объяснять не нужно. Второй стиль взаимодействия называется автократический стиль. То есть, автократия – это, по сути, некая позиция указующего перста, да, то есть, если представить себе некий такой стол, директор сидит, да, вот при демократическом стиле это, ну, рыцари круглого стола, то есть, все сидят на равном удалении друг от друга, и все на равном друг с другом общаются, то есть, главнокомандующего нет. Автократический стиль – это вот некая такая классика, да, то есть, сидит председатель, сидит главный, и он, соответственно, вот отдает некие такие указания, да, на канале коммуникации императивном-то, то есть, указующем. Для кого подходит автократический стиль управления? А подходит для людей с высокой долей энергии деятелей и для людей с высокой долей энергии мечтателей. То есть, и деятелям, и мечтателям. Еще раз, как распознать деятелей? У деятелей очень много глаголов, пошел, увидел, наследил, да, вот, если вы видите там человека, что вот он из такой парадигмы работает, то, соответственно, деятелям, для него автократический, даже если вы являетесь подчиненным, для него приемлем стиль управления автократический. Предоставьте, отпустите меня в командировку, подпишите заявление на отпуск, автократический стиль, ему от этого комфортно, он четко знает, что от него требует. Хорошо, если это будет еще подкреплено каким-то результатом. Отпустите меня, подпишите заявление на отпуск, я обещаю, что я там это отработаю, буду более эффективный, перевыполню KPI на 30%, буду более эффективным сотрудником, привезу вам там из дьюти-фри какой-нибудь дорогой коньяк, к примеру, да, то есть для них вот это вот очень хорошо будет работать. Еще раз, побуждающий, принеси, позвони, отпусти, подпиши, вот именно некий такой автократический. То же самое касается и людей-мечтателей, творческих личностей, которые обычно вот часто вы их можете идентифицировать по признакам стресса, что когда он впадает в стресс, он немножко притормаживается, зависает, и у него взгляд, соответственно, уходит немного вверх и вправо. Высокая доля мечтательной энергии, они тоже видны, да, вы их тоже можете увидеть. И в этом случае им отлично подходит автократический стиль взаимодействия. Иди ко мне, принеси, отпусти, поехали в ресторан. Ему будет комфортно от этого. То есть если вы с ним будете демократически, да, он просто улетит вам в свои собственные мысли, и как только вы ему дадите какую-то вариативность, он начнет между этими вариантами в мыслях там перескакивать, и в воображаемом своем образе в голове, да, он даже действие будет совершать. История из разряда «время 17 часов 30 минут, пора ехать за детьми» ни мечтателю, ни деятелю не подойдет. Женщины касаются особенно, которые любят говорить вот между метями. Я думаю, что здесь возникают особые сложности, потому что женщины, ну, я сейчас в данном случае не мужским шовинизмом занимаюсь, да, у них есть такое, что они не напрямую какие-то указания, вот для деятелей и мечтателей это особенно возникают конфликты, да, в межличностных отношениях. Когда женщины начинают, то есть они из заботливых, упорных логиков могут выбрать демократичный стиль общения между метиями, что типа догадайся сам, а здесь у деятеля и мечтателя приказа не прозвучало, да, то есть призыва к действию не прозвучало. Не отдан был приказ, и, соответственно, он не понимает, почему на него наезжают, что никто не поехал за детьми, потому что приказа не было. И тоже можете вспомнить такие случаи, да, если вот вы встречались. Это, кстати, тоже на самом деле и наоборот может быть. Жена может быть очень деятельной, поехали. А муж, он демократичный стиль приемли, да, он может быть логикой, у него много логической энергии. И он очень болезненно реагирует на вот эти вот автократические стили взаимодействия. То есть он говорит, так я тебе что, нанимался что ли водителем работать, да? То есть с ними нужно вот именно переходить в такой демократический формат общения. Доброжелательный стиль взаимодействия присущ людям с большим количеством энергии душевного. Это люди, которые чувствительны очень, которые постоянно что-то чувствуют, ощущают, которые заботятся, у которых цветочки, которые обнимашки, целовашки. Если будете давать указания, если будете выбирать некий такой демократичный стиль, для них, ну то есть у них экзистенциальный вопрос, любим ли я, любим ли я, да? И поэтому должен быть доброжелательный стиль. Чуть-чуть замедлиться, наклониться, да? То есть улыбнуться, прижать к себе, замедлиться, да? То есть для них это будет очень хорошо и будет очень комфортно, да? То есть они будут понимать, что о них заботятся. И поэтому вот этот вот доброжелательный стиль, приходи, присаживайся, чайку, кофейку, давай вот это вот все сделаем, да? Для них это будет отличный вариант по взаимодействию. И они действительно будут удовлетворены в своих психологических потребностях и будут предельно довольны той коммуникацией, которую вы с ним осуществляете. Ну и последний стиль, это свободный стиль взаимодействия, связанный с тем, что он подходит бунтарям. Свободный стиль, он предполагает некую свободу, развязанность, историю связанную, там, присесть за стол, куда-то пойти, какой-то движ сделать, да? То есть вот именно свободный стиль, он такой, знаете, вот у меня есть наставник, он в базе деятели, а у него следующий этаж бунтарь. И, соответственно, тоже спрашивали, он является и преподавателем, на самом деле, в Сколково, и задали вопрос, да, то есть, а какое у вас хобби и увлечение? Он говорит, у меня хобби и увлечение – получение удовольствий. Вот человек, следующий этаж, куда ему хорошо, где ему классно. Вот бунтари – это именно получение удовольствия от движа, да? То есть, если у деятеля получение удовольствия может выражаться в каких-то престижных лакшери-курортах, может выражаться в дорогих машинах, да, может выражаться в дорогих женщинах, то у бунтаря, соответственно, это выражается в самом движе, да? То есть, это вот фраза «я за любой кипиш, кроме голодовки» – это про бунтарей, да? То есть, вот для них свойственен именно такой свободный стиль игровой, да? То есть, такая игровая коммуникация, и они будут предельно довольны, если с ними выбирать такого рода стиль взаимодействия. Итак, вот в этом видео мы говорили о канале коммуникации. Вы можете увидеть, что они очень пересекаются со стилями взаимодействия. Если предыдущие видео были посвящены больше вопросу, связанными с тем, кто я, и частично мы касались других людей, то стиль взаимодействия уже касается взаимодействия и коммуникации с другими людьми. Развивайте большое ухо, друзья, да? То есть, смотрите, какие у людей фильтры восприятия, что они говорят, как они говорят, да? И попробуйте просто поиграться. Выберите всего лишь две вещи на основе видео на нашем канале – канал коммуникации и стиль взаимодействия. Я настоятельно рекомендую просто людей, с которыми, то есть, пять человек, шесть человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Понаблюдайте за ними, да? Посмотрите каналы восприятия, как они говорят, через что они воспринимают этот мир, да? Какие у них фильтры восприятия? Если вы видите, что там очень много мнения, попробуйте с ними говорить на вопросительном канале в демократическом стиле на протяжении недели. Если вы видите, что человек больше деятелен, сплошные глаголы в России, на самом деле, очень много деятельной энергии, соответственно, выберите с ними автократический стиль взаимодействия и директивный канал. Приказы, указания. При этом это, понимаете, я когда сказал у нас в команде, да, что вот у меня очень много деятельной энергии, и со мной нужно вот общаться именно там директивным каналом коммуникации, автократическим стилем взаимодействия. И мне чуть ли не прям приказ отдали. Предоставить там к 13 часам такую-то информацию согласно пункту такого. То есть, смотрите, заход какой был. У человека очень много упорной и логической энергии, и он зашел вроде бы как с автократического, но при этом четко установлено время когда, да, какие пункты должны быть предоставлены. То есть, вот это, вот это, вот это вот все, да, и получается заход, я такой, оба, прикольно, а потом такое читаю, бам-бам-бам-бам-бам, и то есть человек опять в итоге свалился на свою собственную структуру личности, да, то есть чего у него много. И опять накидал туда кучу информации, которую деятелю вообще не нужно, да. На что я такое пишу, это что такое? Ну, то есть, у меня возмущение, это что, 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 что вообще происходит, я не понял. Мне вообще ничего не пишут, делают просто форвард моего собственного сообщения, где я говорю, ребят, мне вот такой вот стиль общения предпочтителен, вот такой вот канал коммуникации выбирать, я говорю. Ну, то есть, там действительно, там, опять же, если бы я не знал тренинга PCM, да, не понимал структуру личности, возможно, был бы конфликт при прочих равных условиях. Поэтому здесь очень важно, друзья, да, когда вы будете это применять. Это не должны быть люди, от которых зависит ваш доход. Если мы говорим о близких людях, да, попробуйте это потом объяснить, да, то есть, когда вы это непосредственно протестируете, не сваливайтесь в итоге в свой собственный, да, то есть, если вы понимаете, что, допустим, супруг деятель, и вы тогда для него выбираете директивный канал коммуникации, автократический стиль взаимодействия, не сваливайтесь потом в свою, да, через заботу, например, да, потому что тогда будет нестыковка. И просто играйтесь. Посмотрите, что после практики буквально одной-двух недель очень серьезно меняются отношения, коммуникация, да, и налаживаются на самом деле даже разорванные взаимоотношения, потому что через одну-две недели такой вот теории можно попробовать заходить на людей, которые... Много, я знаю, что таких есть. Есть люди, которые близкие, которые ценные, но у вас разорвалась коммуникация по какой-то причине обидки, кто-то не то сказал, не то услышал, подставил, да, иногда бывает такое, там, долг не вернул. То есть есть различные причины, что есть близкие, ценные люди в вашем окружении, но у вас коммуникации с ними нет. И попробуйте тогда оценить, что же все-таки это за человек, да, почитайте его посты в социальных сетях, если он пишет видео, посмотрите видео, да, если вы раньше совместно проводили какие-то мероприятия, вспомните эти мероприятия и через вот это вот большое ухо попробуйте понять, какой же тип личности превалирует в этом человеке. Попробуйте к нему вернуться, поговорить на его канале коммуникации в стиле взаимодействия, который подходит именно ему и посмотрите, какие будут происходить чудеса. Друзья, очень часто в последнее время мы видим, что задаются вопросы, тема PCM, опять же, я говорю, она, наверное, не такая популярная, как инвестиционная тематика, но люди, которые интересуются, задают вопросы, а где пройти тренинг. С какой сложностью сталкиваются люди, что сейчас вообще распространение концепции PCM из-за того, что это позволяет эффективно управлять и взаимодействовать с людьми, она достаточно закрытая в России. Публичных тренингов практически не проводится, то есть они проводятся в закрытом формате или для топ-менеджмента, или для управляющих государственных органов. Но при этом, если у вас все-таки есть желание пройти тренинг по процессу модели коммуникации, я являюсь сертифицированным тренером данных тренингов, и у нас есть закрытый клуб инвесторов, в рамках которого на годовой платиновой карте все участники закрытого клуба инвесторов проходят базовый тренинг по PCM. То есть это живое участие, это только офлайн-формат, это 80% практики применения навыков коммуникации и 20% теории. Более подробно о том, как вступить в закрытый клуб инвесторов, мы рассказываем на бесплатном мероприятии. Каким будет клуб в 2023 году, можно узнать из бесплатного вебинара, ссылка на который находится внизу под данным видео. Проходите, если вам интересно, буду рад лично познакомиться и обучить вас навыкам эффективной коммуникации. У меня сегодня на этом все. Понравилось видео, лайк. Обязательно оставьте комментарии, что вам зашло, что нет. Будет здорово, если вы по итогам данного видео сделаете то, что я вас прошу, и оставите комментарии, какие получили результаты. На этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...